Работы на ней представляли студенты из Беларуси, России и Китая. Саму конференцию разделили на 10 секций, каждая из которых отвечала заданной тематике. Заслушано 233 научные работы из 49 учебных заведений. Также стоит отметить, что нынешняя конференция проходила в гибридном, оффлайн и онлайн формате. Когда мы начинали работу по организации этой конференции, мы не планировали, что будет такое широкое участие. И поскольку интерес конференции не угасает за годами, но я думаю, есть смысл ее в дальнейшем проводить. Все работы, они очень разноплановые, они все сгруппированы в 10 секциях. В основном это направления те, по которым у нас происходит обучение в колледже. Ну, самые многочисленные секции, это естественно математического цикла и социально-гуманитарного цикла. Художественная самодеятельность, спорт, техническое творчество, здоровье и качество питания. Участники конференции представили свои работы в диаметрально разных направлениях. Практически в каждой секции студенты предлагали новый взгляд даже на уже устоявшиеся канонические вещи. К примеру, эксперимент «Вареная колбаса с использованием цитрусовой клетчатки» или «Хлеб из банана». Очень приятно, что ребята отвечали достаточно свободно на дополнительные вопросы, ориентировались в материале. Ну, какие новаторские? Сложно сказать, насколько не новаторские. Но в том, что, допустим, вареная колбаса с добавлением цитрусовых, которые даже захотелось попробовать. Понимаете, это, наверное, что-то, может быть, к этой категории отнесено. Но те, кто докладывал вопросы, связанные со здоровьем, здесь хочется отдельно благодарить педагогов, потому что вопросы, вынесенные на эти научные работы, они в плане воспитания, медицинского, они очень важны для будущего, для здоровья населения нации. Выделить какую-то конкретную секцию, которая лидировала бы по итогам конференции по количеству новаторских идей, сложно. Так как даже те, кто предлагали свои научные работы, касаясь филологической тематики, смогли преподнести новый взгляд на некоторое литературное произведение. Особенно, когда известную классику преподносят совершенно новой оболочке, она оживает в другом амплуа. Праценты были по литературе, по новому прочитанию творов. Например, мне сподобалось «Батьки и дети» Тургенева. По новаторскому подходит доследчица, проразлядит отвора, разглядая колеровую палитру почутся у человека. Цекавые працы были, разностайные по профессионализмам, где доследчики пропонуют свои словники профессионализму, по выучению родного края. Цекавые доследования, там есть дилектизмовые, их классификация, приказки, примовки разглядают. Ну и, конечно, працы были разноплановые, глубокие, с таким новаторским подходом до сенсования разных взглядов, как у литературы, так и у мови. И угод исторической памяти, что хотелось бы звернуть увагу, звертаются до наших коронев, до нашей исторической минулой, до темы великой чины войны, ветеранских рух. Это так само вельми важно и слабоденно на сегодняшний день актуально. Очевидно, что участники конференции показали понимание актуальности рассматриваемых вопросов, знание содержательной стороны материалов своих докладов и связь тематики выступлений с реалиями современной жизни и потребностями общества сегодня. Следующее мероприятие намечено на весну 2023 года. В планах расширить тематики секций, а также пригласить еще больше участников. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Александр Бакаревич, телекомпания Бук-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok